МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рохленко. И Людмила Татарова. Вы смотрите программу «День веков. Хронограф». Сегодня 11 декабря. Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена. 11 декабря 361 года Флавий Клавдий Юлиан, известный также в истории христианства как Юлиан-отступник, провозглашенный своей гвардией императором Римской империи, занял Константинополь. Так началось его 18-месячное правление. Он был сторонником реставрации языческих традиций на основе неоплатонизма и противником христианства. Императором он стал после провозглашения его гальской армии. И еще до провозглашения императором Юлиан проявил себя как талантливый полководец. Помимо реставрации древней римской религии, Юлиан планировал заново отстроить Иерусалимский храм. Кроме того, он благосклонно относился к христианским еретикам, считая, что разногласия ослабевают христианство. При нем из ссылки вернулись представители многих опальных течений в христианстве, проходили публичные диспуты на религиозные темы. В своем «Эдикте о терпимости» от 362 года Юлиан разрешил восстановление языческих храмов и возврат их к конфискованной собственности, а также вернул из изгнания сосланных христианских епископов. В области образования Юлиан запретил христианским учителям преподавать и толковать произведения языческой литературы, такие как «Илиада». Главной внешнеполитической задачей Юлиан считал борьбу с сосанитским Ираном, где в это время правил Шаханшах Шапур II Великий. Во время похода в Персию весной-летом 363 года Юлиан погиб в одной из стычек с персами. Легенда гласит, что император погиб со словами «Ты победил, галилеянин». Несмотря на то, что Юлиан не был христианином, его похоронили в Риме, в базилике всех апостолов. Противники христианства утверждали, что причиной смерти Юлиана был выстрел в спину, совершенный христианином. 11 декабря 1688 года английский король Яков II, второй сын казненного Карла I, свергнутый парламентской оппозицией, бежал из Сент-Джеймского дворца во Францию. Король вызвал недовольство большинства своих подданных. Это было связано с тем, что он пытался реставрировать в стране католичество, которое до этого было в Англии практически вне закона. Также Яков II предоставлял ключевые посты в правительстве и армии католикам. После рождения в июне 1688 года у короля сына, когда возникла прямая угроза продолжения католической династии на английском престоле, лидеры парламентской оппозиции пригласили на престол правителя Нидерландов, штат Гальтера Вильгельма Аранского, женатого на дочери Якова Марии II Стюа. Она была протестанткой по вероисповеданию. В ноябре 1688 года Вильгельм Аранский высадился со своими войсками в порту Торби в юго-западной Англии. Среди более 15 тысяч солдат были голландцы, немцы, итальянцы, французы – протестанты. Сразу после высадки Вильгельма провозгласили эрегентом королевства, и он начал триумфальное шествие на Лондон. На штандарте войск Вильгельм начертал девиз «Я буду поддерживать протестантскую религию и свободы Англии». Хотя армия Якова II насчитывала до 40 тысяч солдат, он практически ничего не предпринимал для спасения своей власти. Главнокомандующий английской армией, министры и члены королевской семьи перешли на сторону штат Гальтера. Вильгельм составил манифест, в котором объявлял, что выступает в защиту английских законов, постоянно нарушаемых королем, и в защиту веры, подвергаемой притеснению. Яков II потерял все. Армия и нация отвернулись от короля-католика, лишенного государственной мудрости и воинского таланта. Яков II, не дожидаясь печальной участи, бежал во Францию. Во время бегства он выбросил в Темзу государственную печать Англии, чтобы никто не смог ею завладеть, и, соответственно, легитимно зайти на трон. Однако, по невероятному стечению обстоятельств, печать попала в рыбацкую сеть и была впоследствии вручена приглашенному принцу Вильгельму Аранскому, который занял престол под именем Вильгельма III. Незложенный Яков II, парламент принял решение считать бегство короля равносильному его формальному отречению, умер недалеко от Парижа 13 лет спустя. Сегодня 11 декабря. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Обратимся теперь к событиям, произошедшим в мировой истории в 20 веке. 11 декабря 1905 года в России был принят избирательный закон, разработанный главой Комитета министров Сергеем Витте. Закон определил такой порядок выборов в Думу, когда в нормах представительства была избрана политика опоры на одно сословие – крестьянство. Этот закон, на основе которого проходили выборы и в Первую, и во Вторую Государственные Думы, приняли в условиях наивысшей неустойчивости самодержавия периода Первой революции в России. Правительство, пытаясь избежать больших уступок, чем требовал политический расчет, изобрело сложный механизм выборов. В системе выборов отводилась роль социального фильтра. Но надежды Николая II не оправдались. Первая Дума оказалась оппозиционной, и ее пришлось распустить. Вторая оказалась еще более левой, и ее тоже пришлось распустить. А после этого, в июне 1907 года, приняли новый закон, вводивший новую избирательную систему, и во многом отменивший те скромные успехи, которые были достигнуты благодаря манифесту 17 октября 1905 года. Но это уже совсем другая история. 11 декабря 1917 года советским декретом лидеры партии кадетов были объявлены врагами народа. Термин «враг народа» был введен еще во времена Французской революции для обозначения противников режима и для обоснования массового террора. Использовался термин с той же целью во времена репрессий в СССР. Наличие врагов народа подкреплялось тезисом Сталина о том, что по мере продвижения на пути коммунистического строительства классовая борьба обострялась, возникали классовые враги, вредители, шпионы, диверсанты, врачи-убийцы, ну и так далее. Наказание им определяла 58-я статья Уголовного кодекса РСФСР. Аналогичные статьи были и в Уголовных кодексах других союзных республик. Словосочетание «враг народа» впервые было использовано в российской революционной практике в августе 1917 года в листовках Комитета народной борьбы с контрреволюцией. Врагом народа назвали генерала Лавра Корнилова, поднявшего мятеж. 11 декабря 1917 года фраза «враги народа» была применена Лениным, который на заседании Совета народных комиссаров выступил с предложением об аресте виднейших членов ЦК, партии врагов народа и предании их суду революционного трибунала. Под партией врагов народа имелись в виду кадеты, организовавшие противоправительственную демонстрацию. Эту меру поддержали все присутствовавшие, включая Троцкого, Стучку, Петровского, Минжинского, Глебова, Красикова и Бонч-Бруевичева. Единственным проголосовавшим против был Сталин, который посчитал предложение чересчур жестоким. Несмотря на первоначальную мягкость к врагам народа, он активно пользовался этим ярлыком для оправдания репрессий. Теоретическим обоснованием борьбы с врагами народа служила концепция Сталина об обострении классовой борьбы по мере продвижения страны к социализму. Иронии судьбы последним уничтоженным врагом народа оказался Лаврентий Берия. Его арестовали на заседании президиума ЦК КПСС в июне 1953 года. На срочно созванном пленуме ЦК КПСС Берия был выведен из состава ЦК КПСС и исключен из партии с формулировкой «враг коммунистической партии» и «советского народа». В декабре 1953 года Берию приговорили специальным судебным присутствием Верховного суда СССР к высшей мере наказания и в тот же день расстреляли. 11 декабря 1946 года по единогласному решению Генеральной Ассамблеи ООН был создан Международный Чрезвычайный фонд помощи детям ЮНИСЕФ. Первоначально фонд предназначался для помощи обездоленным малолетним жертвам Второй мировой войны. В 1953 году Ассамблея расширила его мандат на неопределенный срок и переименовала в Детский фонд ООН, оставив при этом ставшую известной аббревиатуру ЮНИСЕФ. Главным объектом заботы фонда стали миллионы детей развивающихся стран, страдающие от недоедания, болезней и неграмотности. В 1965 году ЮНИСЕФ была присуждена Нобелевская премия мира. Финансирование ЮНИСЕФ зависит исключительно от добровольных пожертвований. Почти три четверти его дохода поступает от правительств, остальная часть средств от широкой общественности через продажу поздравительных открыток и проведение различных кампаний по сбору средств. Главная задача ЮНИСЕФ – помощь правительствам развивающихся стран в улучшении жизни детей независимо от расовой принадлежности, вероисповедания, пола и политической ориентации. ЮНИСЕФ также оказывает помощь матерям и детям в чрезвычайных ситуациях, возникающих в связи со стихийными бедствиями, гражданскими войнами и эпидемиями. На этом мы не прощаемся с вами. Смотрите продолжение нашей программы «День веков. Хронограф». До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова